Продолжение следует... 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 И Сарабаум был таким, он был настоящим Майя Вадя. Все понимают? Не понимаете? Хорошо, значит Майя значит иллюзия. Майя Вадя это люди, которые думают, во-первых, этот мир полностью иллюзорен. Это неправильное представление. Мир не иллюзорен. Мир это временное проявление. То есть, с одной стороны это иллюзия, с другой стороны это реальность. Реальность в том смысле, что это временная реальность. Временная реальность в конечном счете иллюзия, потому что она не вечна. Но это не полностью иллюзия в таком же смысле, как цветок в небе или, допустим, мираж в пустыне. Это совершенно другое проявление. Поэтому мы не можем сказать, что это иллюзия. Нет, если бы это была иллюзия, вот этот микрофон, я не мог бы в него говорить. Так, это временное проявление. Подобное сну мы можем сказать, но тоже не совсем. Потому что это временная реальность. Сон это, на самом деле, комбинация различных образов из прошлого. Бхакти Данта Свами Прабхупад сказал, если вы видите во сне звезды в колодце, это комбинация ваших образов. Значит, когда-то вы видели звезды, и когда-то стояли у колодца. Вот они соединились, эти образы. Но здесь другое. Здесь это реальность, действительно. Это мы, и у нас есть реальное материальное тело. И мы ощущаем реальные материальные объекты вокруг нас, соприкасаясь с ними. Мы привлекаемся ими, становимся закабаленными ими, попадаем в рабство Майи. И это все реальность, но временная реальность. Вот это вот. Это временная реальность. То есть это как бы реальность штрих. Штрих означает материальное. То есть из трех гун состоящий. Поэтому это никогда нельзя назвать Майей в полном смысле. Это божественное проявление. Никогда нельзя забывать, что Маха Майя это просто проявление йога Майи. То есть материальной энергии в проявлении божественной трансцендентной энергии. То есть, в известном смысле, это в полном смысле, это сама Шримати Радика мы только что слушали. Ума Рамасати Сачи Чандры Рукмини, Саба Аватара, Кришна Аватара, Рада Аватара, Саба Амная Боли. Саба Амная, все священные писания ведические сходятся на одном, что это все проявление Шримати Радыки. И Маха Майя, и Йога Майя. Вот поэтому, помните, мы не успели повесить этот космос, мой знаменитый плакат. Если вы помните схемы духовных материальных миров, помните тот плакат. Одна сторона синяя, это мужские экспансии, вторая сторона красная, это женские. На самом верху находится Радха, то есть она сварупа шакти, трансцендентная энергия Господа. От нее отходит огромное количество различных проявлений в духовном мире. Ума Рама Сатья Шачи Чандры Рукмини, как было сказано. Правда, Шачи это уже супруга Индры, это материальный мир. Но по всему творению, и духовному, и материальному, это шакти, трансцендентная энергия проходит. И вот в материальном мире она прежде всего предстает как Дурга, то есть это Маха Майя. Воплощение Махамая, Дурга, или Кали, или еще ее называют Деви, или еще называют, еще, как ее называют. Парвати. Парвати, совершенно верно. Парвати, это все-таки супруг Господа Шива, выше. Ну да, тоже Парвати здесь. Итак, она окутывает всех. Иллюзии, вот. И Майя Вади, они думают, что когда Кришна приходит, почему они оскорбители Кришны прежде всего? Они думают, что когда Кришна приходит, он, так как он имперсональный изначально, безличный, он приходит сюда в личностном образе, созданном из гун материальных приростов, саттвы гуны, гуны благости, чтобы быть более доступным для людей, потому что они говорят, любая форма, есть иллюзия. Вот что они говорят. Ага, форма, это иллюзия. Вы тут мантры повторяете, ага, звук, это иллюзия, они говорят. То есть любое проявление, есть иллюзия. Вот почему они оскорбители. Это самое-самое злостное оскорбление, которое только может быть назвать тело Господа материальным. Они говорят, тонкая мотивация, ну то есть саттва гуна, но все равно. Понимаете? А есть другая разновидность имперсоналистов, брахмавади. Они медитируют на безличный брахман, но они не отвергают то, что тело Господа тоже трансцендентно. Просто они не ощущают к нему влечения. Они хотят быть только в нейтральных взаимоотношениях. Как называется? Шанта-раса. Шанта-раса. Вот. Поэтому Сарвабаума был имперсоналистом великим Майавади своего времени. Вот что потрясает, что Господь Чайтань, он сделающий многих имперсоналистов, многих Майавад, буддистов даже, да, преданными. Вот это невозможно сделать, возможно. Дургат-агатана видатра. Тут Шилару Богосвами в образе, то есть в настроении садака молится, 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 у тебя, о Кришна, у тебя есть такая возможность, дургат-агатана шакти, у тебя есть такая энергия, позволяющая сделать невозможное возможным и наоборот, возможно и невозможным. Поэтому, пожалуйста, дай мне бхакти, сделай меня преданным, пусть мой ум постоянно будет прикован тобой. Вот что говорит Шилару Богосвами. Вот. Здесь также, если Чайтань Майавад сделала невозможное, возможно, потому что Майавади такие оскорбители не могут стать преданными, но Господь Чайтань по своей милости, он сделал такого закоренелого Майавади, как Сарвабама, он сделал преданным. Вот мы будем слушать. Впрочем, сегодня введение, прелюдия, как Шилару Богосвами пришел в Пури, очень люблю это повествование. Вау? Вы когда говорили сначала, ну... Громче говори, слушай, трансляция идет, да? Вы когда говорили, сказали, что когда Чайтань Майавад пришел в Риндаван, первым делом спас Сарвабама Бхатачарю, там Риндаван сказали. Ой, Джаганат Пури, спасибо большое. Не Риндаван, Джаганат Пури, конечно. Слушай, я путаю Кришну и Арджуну постоянно. Я не стал вас... Просто с недосыпать. Поэтому прерывай немедленно. Вот. Конечно. Кто меня может прервать? Конечно, только тот, у кого самый длинный нос. Хорошо, шуткой, шутками. Шри Чайтань Махапрабу шел в Джаганат Хапури и по дороге он посещал несколько храмов. Когда он зашел в храм Капитешвари, Господа Шивы, Нитянанда Прабу совершил потрясающую лилу. Что он сделал? Он сломал его посох Натре и выбросил в реку Бхарги. В реку Бхарги. Бхарги-нади. Это было где-то в пяти километрах от Пури. С тех пор эту реку называют Данда-бханга-нади. Данда-бханга. Шри Чайтань Махапрабу оставил свою Данду на попечение Нитянанды. Понимаете? Знаете все. Гауранга, Нитянанды. Шри Чайтань Махапрабу играл роль Саньяси, отреченного монаха с обритой головой. У него была Данда с собой. Силабхактивданда с вами Марач говорит в комментарии. Только лишь Саньяси первых двух категорий Кутичака и Бахудака носят Данды. Саньяси двух последующих категорий Хамса и Парамахамса Данды не носят. Им не нужно. Но Шри Чайтань Махапрабу из смирения он носил. И он дал Данду на попечение Нитянанды. А Нитянанды взял ее, сломал в трех местах. И выбросил в реку Бхарги. Увидев издалека храм Господа Джаганадхи. Махапрабух погрузился в экстаз. Да. А потом придя в себя, Господь Чайтань Махапрабу попросил Нитянанды. О, пожалуйста, дай мне посох. Дай мне Данду. А Нитянанды отметил. Он сломался на трое. Нитянанды сказал. Когда ты упал в порыве экстаза, я подхватил тебя, и мы оба повалились на твою Данду. И под нашей тяжестью посох сломался. А куда делись обломки? Я не знаю. Нитянанды. Нитянанды обадута. Он непредсказуем. Поэтому он мог сказать, вот, это его видение. То есть, вот мы повалились на твою Данду. И она сломалась на три части. А где обломки? Я не знаю. Вот. Что это означает? Несомненно, твой посох сломался по моей вине. Теперь ты можешь, если защешь нужным, наказать меня. Услышав о том, как сломался его посох, Господь немного расстроился. Слегка рассердившись, он произнес такие слова. Вы оказали мне неоценимую услугу, приведя меня в Нила-Чалу. Однако мой посох, единственное, что у меня было. Вы не сумели сберечь. Он был очень разочарован. Очень разочарован. Почему? Он играл роль саддака. Для Саньяси посох, то есть Данда, это самое главное достоинство. Наш Гурдав всегда требовал, чтобы Саньяси носили Данду. Почему? Потому что, как ты без Данды можешь представлять на самом деле Господь Чайтанин? Даже Господь Чайтанин носил Данду. Гурдав спрашивал у Саньяси на программах, да, где твоя Данда? О, это она там где-то во Вриндаване и так далее. Гурдав очень стеркнулся. Если вы не носите Данду, тогда вы Парамахамсы, он говорил. Вот, поэтому на многих собраниях Вайшнавов долгие годы наши Саньяси выделялись тем, что у них были Данды. А у других не было. Не обязательно. Но Гурдав всегда требовал. Но здесь в чем смысл того, что Нитянанда сломал посох Господь Чайтанин? Он просто показал. Во-первых, Силабхактивиданта с вами, Махараш Прабхупад, говорит, что нужно очень-очень глубоко проникнуться духом Господа Чайтанин. Нужно очень глубоко войти в его лилы, в суть его лил, чтобы понять, почему Нитянанда сломал его посох, и почему Гавранга был расстроен, и почему он вообще позволил Нитянанде сломать свою Данду. Господь не зависит ни от каких материальных категорий, таких как Каста, таких как, допустим, Варна, да, то есть Ашрам, Саньяса Ашрам. Он играет роль, но на самом деле не зависит. Нитянанда полностью свободен сам. Вот кто был совершенно свободен от всех правил и предписаний, это Нитянанда. Сначала он был Саньяси, потом он стал грехастый, принял двух жен, Джанову и Васуду, дочерей Сурядаса Саракела. Вот, и его Саньяса как бы вошла, скажем так, в непроявленное состояние. Ему все можно, он Верховный Господь. Им все можно. Кришна танцевал Расалилу, к нему прибегали, с точки зрения мирских моралистов, чужие жены, понимаете, как. Ни замуж, ни девушки очаровывались звуком флейта. Он мог это сделать. И ничего страшного. Но Шри Чайтанья Махапраба – это гуру. А гуру – значит, ачарья. Значит, он показывает, как нужно совершать бхакти. Вот поэтому он носил данду, но Господь Нитянанда ее сломал. Он показал, ты не зависишь. Ты не зависишь от этих правил и предписаний. Ты не зависишь от правил и предписаний. Почему? На три части. Потому что телом, умом и речью. Господь Чайтанья Парамахамса, то есть играл роль Парамахамса, телом, умом и речью. Он был предан Верховному Господу. Имеется в виду. Ему уже не нужна никакая данда. Вот у нас данда тоже из трех частей. Четыре, вообще говоря. Потому что четыре веда, но три входят в четыре. Поэтому он вовсе... Ой. Не был связан с всеми этими формальностями. Итак, Господь Чайтанья был очень разочарован. Он сказал, мой посох, единственное, что у меня было, вы не сумели сберечь. Поэтому на встречу с Господом Джаганадхой идите либо передо мной, либо за мной. Вместе с вами я не пойду. С Господом Нитянандой было еще несколько преданных. Господь Чайтанья велел им идти отдельно от себя. Тогда Махунда Датта ответил, Господь Чайтанья, мой Господь, иди впереди. Всем остальным позволь идти следом. Мы не будем приближаться к Тебе. Так Шри Чайтанья Махапру очень быстрым шагом пошел. Впереди остальных никто не мог понять истинных намерений Господа Чайтанья. Каждый раз, когда мы слышим о их трансцендентных встречах, у нас по телу спонтанно прибегают мурашки. И это совершенно, совершенно потрясающее явление. Никто не может сравниться с ними. Их экстаз просто несравним. Когда они в первый раз увиделись, если вы помните, на Адвипе. Это было совершенно несравненно. Преданно недоумевали, почему Нитянанда Прабу сломал посох. Почему Шри Чайтанья Махапру сначала позволил Нитянанде это сделать, а потом рассередился на него. Кавираж Госвами говорит, история о сломанной Танде имеет очень глубокий смысл. Постичь его может только тот, кто с непоколебимой преданностью служит лотосным стопам Господа Шри Чайтанья, Господа Нитянанды. Иногда они сердятся друг на друга, иногда они обмениваются совершенно потрясающими любовными чувствами. Как это происходит, почему, в связи с чем, мы сможем узнать только, когда будем на очень возвышенной платформе. Так вот, так Шри Чайтанья Махапрабху вошел в Джаганадха Пуды, и этим открывается Шестая Гова Мадьялила Шри Чайтанья Чаритамрита. Я в полочтении склоняюсь перед Господом Горачандрой, который обратил черствого Сарабхама Бхатачарью, строгого приверженца ошибочной логики, в великого преданного. Так оно произошло. Так оно потрясающим образом произошло. Итак, он вошел в Джаганадха Пури, он увидел храм Джаганад и вошел в трансцендентное состояние. Красота Господа Чайтанья, трансцендентное намерение, изменение, которое его тело претерпело под влиянием великой любви, поразили Сарабхама Бхатачарью. Шри Чайтанья Махапрабху, а это Шри Чайтанья Махапрабху, увидев Господа Джаганадху, упал без чувств. Стража хотела схватить его и поколотить, но он увидел кого? Враджандра Нандана Шри Кришна. Он увидел Господина своего сердца. Господь Джаганад имеет огромные глаза. Почему? Потому что это тот самый Враджандра Нандана, который хочет отправиться во Вриндава. Жители Пури часто считают его Джаганадхом, владыкой всего мира. они не смотрят в сторону Вриндавана, потому что у них другая сварупа, другое настроение. Но Господь Чайтанья дал Господу Джаганадхе совершенно другой взгляд на него. Он дал миру совершенно другой взгляд на Господа Чайтанью. Он дал Радхаятре совершенно другой смысл, глубинный смысл. Так вот, Сараубаума, он остановил тех смотрителей храма, которые ходили поколотить Господа Чайтанью. С помощью смотрителей и нескольких учеников он отнес Шри Чайтанью Махапрабу к себе домой, уложил его в освященной комнате. Осматривая Шри Чайтанью Махапрабу, Сараубаума обнаружил, что его живот неподвижен. Стало быть, он не дышит. Состояние Господа Чайтанья очень-очень обеспокоило. Батачарю он взял клочок ваты и поднес к ноздрам Господа, когда он увидел, что вата слегка колышется, у него появилась надежда. Сев рядом с Господом Чайтанья, Сараубам Батачарья подумал, это трансцендентное состояние, вызвано экстазом любви к Кришну. В теле Господа Чайтанья Сараубам Батачарья, который, несмотря на то, что был черствым Майаваде, он все-таки знал шастры, хорошо, в том числе и те, где описываются экстатические состояния. И он усмотрел наличие высшего проявления экстаза, высшей ступени экстаза, которая называется суддипта сатвика. То есть существует восемь сатвика бхав. Существует восемь признаков экстаза, которые выражаются внешне. То есть это дрожь в голосе, это гусиная кожа, это бледность, это испарина, это многие восемь. И все эти виды экстаза он увидел в теле Господа Чайтанья одновременно. Причем высшие проявления. Есть несколько проявлений. Первый называется дхумайта, это тление, слегка. Один или два признака экстаза проявляются. То есть экстаз проявляется слегка, и только лишь один или два из восьми проявляются. Например, там гусиная кожа, бледность и так далее. Это дхумайта. Дхумайта от слова дым. Дым от слова дхумайта, то есть тление, дымок, который свидетельствует о наличии огня. Какого-то тления, точнее. Затем проявляется три с половиной признака экстаза. Это называется джвалита, то есть горение. То есть, когда только лишь загорается, например, костер или спичка, спичка, допустим, не совсем сухая, и она чуть-чуть загорается, и вы можете видеть, как маленький-маленький огонек, который полу... желтый, полусиний, загорается. Вот это называется джвалита, то есть уже есть огонь, но очень слабый. Затем проявляется четыре или пять признаков экстаза. Это уровень дипты, то есть пылания. Дипта, пылание. Потом уддипта, сильное пылание. Сияние. Когда сильно что-то пылает, сияет, видно издалека. А когда все восемь признаков проявляются усиленными в тысячу раз, это называется суддипта. Суддипта, то есть очень-очень сильное пылание, полыхание, полыхание. То есть горит вовсю, полыхает так, что как пожар, может перекинуться на соседние здания. Поэтому вот эти признаки экстаза, они действительно, это такой огонь, который, как сказать, воздействует на всех окружающих потрясающим образом. При виде такого предного тебе передаются вот эти вот состояния. Ты ощущаешь их. Когда ты стоишь возле огня, разумеется, он воздействует на тебя. Но в случае суддипта, это просто, это потрясает тех, кто является свидетелем этого. Поэтому даже через твасердый Майаваде Сарва Бхаума, Батта Чарли, он проникся этим. Он очень-очень изумился. Он подумал, поразительно, что Ричитани Махаправу проявляет чрезвычайно редкие признаки адхирудхабхавы. Возможно ли это для обычного человека? Невозможно. Сразу же Силов Царубам Батта Чарли заключил, что проявление адхирудхабхавы такого вида невозможно для человека. Невозможно. Значит, особая личность, божественная личность. Он понял. Но так как имперсоналист, он не понял, конечно же, во всей полноте. Он оставался теоретиком. Пока Батта Чарли сидел дома, погруженный в раздумья, спутники, Господь, Считание, Прабу во главе с Нитянандой, пришли в Джаганадхапуре, вошли в храм Господа Джаганадхи и услышали разговоры о некоем странствующем Саньясе, который пришел в Пуре, чтобы увидеть божество Джаганадхи. Говорили люди, что при виде Господа Джаганадхи он упал без чувств и затем никак не приходил в себя и сказали, что Сарабама Батта Чарли взял его домой. Услышав это, преданные сразу догадались, что речь идет о Господе Чайтане. В это время к ним подошел зять Сарабама Батта Чарли по имени Гопи Надх Ачарли. Гопи Надх Ачарли на самом деле был преданным Свящей Тане Махапрабу. Сразу же он разглядел божественную личность. Скоро мы услышим, как состоялась дискуссия очень острая между Сарабама Батта Чарли и Гопи Надх Ачарли. Как Гопи Надх Ачарли доказывал своему тестю о том, что то, что Чайтане Махапрабу это сам Господь. Во что он никак не мог все же поверить. Гопи Надх Ачарли был уроженцем Надии, а затем Вишарады и преданным Чайтане Махапрабу. Он знал истинную природу Господа Чайтане. Он был уроженцем Надии, земляк Господа Чайтане, как и Сарабама. Сарабама был земляком Господа Чайтане. Он тоже был из Новодрипы. Более того, не просто земляком, он знал его лично, потому что он был одноклассником его деда по матери. Ниламбарыча Краварти. Когда они учились в школе в санскритской, они были одноклассниками. И поэтому он хорошо знал его семью. Вот. И он мог. Поэтому он ощутил очень большую симпатию Господу Чайтане, но не мог понять все-таки почему он проявляет такие признаки. Гупинат Ачарья был также знаком с Мукундай Татой, поэтому очень удивился, встретив его в Джаганадхапури. Они вместе с Господом пришли. Это была первая группа, которая пришла с Господом. Впоследствии огромная группа преданных из Бенгалии приходила каждый год в Джаганадхапури на Чатурмасию на 4 месяца сезона дождей, в которые входила Ирадхаятра. Увидев Гупинат Ачарья, Мукундайдата поклонился ему, Ачарья обнял Мукундайдату, стал расспрашивать его в Шричитане Махапрабу. Мукундайдата сказал, Господь уже здесь, мы пришли вместе с ним. При видении Тянанды Гупинат Ачарья сразу же склонился перед ним. Гупинат Ачарья предан сразу же склонился перед ним, подходя к каждому из преданных, он снова и снова просил рассказать ему о Господе Чайтане, Махапрабу, жадность. Расскажи мне, расскажи, о Господе Чайтане, расскажи. Когда Шилавишуанадча Кравартипад описывает платформу ручьи, он говорит о том, как преданный, у которого есть ручьи, то есть глубокий вкус, очаровывается Господом на каждом шагу. У него жадность, очень глубокая жадность. Он хочет услышать о Господе, о, расскажи мне. Ты был в каком-то святом месте, в месте паломничества, ты встречался с какими-то преданными, эти преданные, эти преданные, наверняка, видели Господа, они видели, они получали какой-то даршан, они слушали какую-то харикатху, пожалуйста, расскажи, расскажи, расскажи. Он пьет, пьет, пьет этот нектар, он не может остановиться. Вот, что происходит. Так Макунда Дата и другие, Нитянанды Прогу и другие, они удовлетворяя просьбу, Гопинадхи Ачари отвечали на его вопросы. «Свечит, Анима Прогу оставив нас позади в одиночестве, пошел в храм Господа Джаганадхи», они ему объяснили, а мы пошли чуть позади. Из того, о чем говорят люди, мы заключили, что Господь сейчас в доме Сарабамбат Ачари. Увидев Господа Джаганадхи, Чайтани Махапрабу пришел в экстаз, упал без сознания в таком состоянии, его забрал к себе Сарабамбат Ачари. Они сразу же вычислили, что произошло. Не мудрено, ведь они были очень близки Господу, поэтому они сразу поняли, что произошло. Очень-очень большой экстаз слушать это снова и снова, как Господь Чайтани проявлял свои потрясающие лилы, свои состояния, но в эти дни мы будем слушать совершенно невероятную лилу. Еще одна лила это обращение Пракашананда когда-нибудь мы тоже будем слушать. Господь Чайтани, в принципе, когда он путешествовал по Южной Индию, он обращал очень-очень многих майавадх, буддистов, все становились в Ваишнауми. Потом все жители Варанаси во главе с Пракашанандой стали в Ваишнауми. Поэтому Агупинат Ачари повел их к Сарабауми Баттачарии. Давайте пойдем туда и посмотрим, что с Шри Чайтани Махапарбу. А в храм Господа Джаганадхи мы сходим вместе после. Поэтому они даже пренебрегли более основательное посещение в храме Джаганадхи и отправились прямо к Господу Чайтани. Агупинат Ачари очень обрадовался, услышав эту новость и вызвался отвезти преданных в храм в дом Сарабауми Баттачарии. Так они пришли к Сарабауми. Помните, где он? Он рядом со Швета Гангой. Потом там жила Гангамата Госвамини Великая Святая. Совсем недалеко от храма Джаганадхи. Буквально несколько сот метров. Приведя в дом Сарабауми, они увидели, что Господь все еще находится без сознания. Вы помните эти древние коридоры, которые ведут в основное помещение храма. Ты проходишь через несколько стен, какие-то старые заброшенные дворики. Проходишь и затем появляешься в том месте, где собственно был храм Сарабауми, где состоялась эта дискуссия, где семь дней ночей Швейтанья Махапрабу слушал философию Веданты от него, затем он его сделал преданным. Так вот, Сарабаума пригласил преданных в дом, увидев Нитьянанду, он поклонился ему, этикет высшего уровня, хотя он майавадь имперсоналистом все равно почтил Саду. Сарабаума гостеприимно встретил преданных, оказал им подобающее почтение, все были очень рады снова видеть Господа Чайтанью. Потом Баттачарья предложил им сходить в храм Джаганадхи, послал с ними в качестве сопровождающего своего сына Чандра Нешу. Затем они получили даршан Господа Джаганадхи, Нитьянанда пробыл при этом, чуть не лишился чувств. Преданное подхватили его, не дали ему упасть. Тут служитель Господа Джаганадхи подошел и принес гирлянду снятую божество и надел на Нитьянанду. Будьте добры, пожалуйста. Всех птичек и этих Петров Ильичей Чайковских отключите. Хорошо? Преданые были рады получить гирлянду, которую носил сам Господь Джаганадхи. После этого они вернулись к Господу Чайтанью, стали громко петь Махамантру. И перед полуднем наконец Господь пришел в себя. Пение Махамантры было единственным методом, как привести Господа назад во внешнее сознание, чтобы Он воспринимал окружающую реальность. Помните, Джаганадхи в самом конце своих лил он очень ругал преданных, когда они его приводили обратно. Зачем, зачем вы меня привели обратно сюда? Я был с радой и Кришной. И затем он рассказывал им, как выглядели те лила, которые он созерцал. Шисхитанима пробу вскочил на ноги и воскликнул «Гори! Гори!» Сарабам Батачаря очень довольны тем, что Господь очнулся, прикоснулся к его лотосным стопам. И затем Батачаря обрастился ко всем и сказал «Пожалуйста, поскорее совершите полуденное мовение. Сегодня я угощу вас махапрасадом, оставленным с трапезой Господу Джаганадхи». Казалось бы, как бы преданный, но имперсоналист. Он имперсоналист. Поэтому его взгляд на Господа Джаганадхи совершенно другой. Он, как это сказать, он ложный. И взгляд на Бхакти тоже очень ложный. Так или иначе они поклоняются Божествам, они слушают Бхагаву, имперсоналисты, Майаваде тоже. Они говорят «Все равно кому служить, все равно кому поклоняться, какому Богу служить, кому поклоняться». Есть разные виды, но Душен был в принципе таким. Дальше он распорядился, чтобы из храма Господа Джаганадхи принесли огромное количество блюд. И с радостью принялся за почитание Прасада. Чайтане Магапрабу подали на золотых тарелках рис с изысканными блюдами из овощей. Помните Джаганадхи Махапрасад? В Джаганадхи Пури часто каждый день мы принимали на обед Джаганадхи Махапрасад. Помните Джаганадхи Пури Дал с кокосами? А помните прекрасные виды Сабджи? Тоже там и кокос составляющий. В Махапрасаде Господь Джаганадхи нет Чили, потому что это привезли британцы из Южной Америки на самом деле. Там все так как было испокон веков. Так Джаганадхи простите Господь Чайтанья обедал в окружении своих преданных. Сарабамбатачаря сам раздавал прасад, а Господь Чайтанья попросил его я буду только отверные овощи. Он был очень строгим саньясьем. Аладьи и лакомства на сгущенном молоко раздайте всем остальным преданным. А я буду так сейчас давайте минутку займем и выключим все телефоны. Хорошо? У кого они еще включены? У кого включены телефоны? Выклзвук. Хорошо? Баттачарья отвечал так оу мне очень хочется чтобы сегодня вы все отведали махапрасат таким как его принимал Господь Джаганадхи поэтому он всем абсолютно включая Господа Чайтания предложил все и сладкие оладьи и молочные сладости потом он накормил преданных принес воды чтобы они помыли руки и ноги прополоскали рот затем с позволения Господа Чайтания его преданных Сарвабамба Тачарья сказал и выражаю почтение Нарайне так приветствуют друг друга саньясьи Майвадди они думают что после принятия саньясьи они становятся Нарайной становятся тождественным Нарайне то есть если ты тождествен Нарайне значит ты Нарайна поэтому после саньясь они приветствуют друг друга Нарайна Сарвичитани Махапрабху ответил на это Кришна Матирасту да сосредоточится твое сознание на Кришне то есть он сразу же обратил внимание Сарвабаму на Бхакти сразу же он первое вкрапление сделал это не первый случай когда Шихитани Махапрабху так здоровался с Майвади то есть не единственный возможно этот был первым услышав это Сарвабама понял что Господь Чайтанья является Саньясь Байшна сразу же вычислил это Сарвабам попросил Гупинадх Ачарья расскажи мне что он делал в прошлом Гупинадх Ачарья ответил о вновь пришел человек по имени Джаганат фамилия его была Мишра Пурандра это отец Господа Чайтанья Гупинадх сын Джаганат Мишра раньше его звали Вишавам Баре Мишра он внук Ниламбара Чакраварти я знаю Ниламбара Чакраварти поскольку он был моим товарищем школьным товарищем моего отца точнее Махешвары Вишарады не самого простите старого Баума его отца дед Господа Чайтанья был одноклассником отца Ниламбара Чакраварти отец Шачи маты дед Господа Чайтанья он был одноклассником отца Мой отец очень уважал Джаганатху Мишру знаю об отношениях которые связывали с моим отцом я питаю к ним обоим огромное уважение так Сарабама узнал что оказывается что Чайтанья тоже родом из Надии и очень обрадовался тут же он проникся симпатией земляк он сказал ты внушаешь мне глубокое уважение кроме того ты саньяси поэтому я хочу быть твоим личным слугой то есть чем я могу тебе помочь если кто-то встречает земляка конечно же сразу особое отношение если кто-то встречает саньяси если он так же скажем так если даже и не саньяси то он по крайней мере очень серьезно занимается бхактин он хочет если это молодой саньяси ему помочь именно такое чувство и было в сердце сарвобамы услышав эти слова Шричи Тани Мапрус сразу же вспомнила Господи Вишну и смиренно ответил Баттачаре о как учитель философии веданты ты являешься наставником всего мира величайшим благодетелем для всех людей вы так же благодетелем всех саньяси я всего лишь молодой саньяси и не знаю что хорошо что плохо поэтому ищу вашего покровительства и принимаю вас своим духовным наставником сегодня мы говорили о дайне о смирении в рамках Шаранагати и вот пожалуйста каким смирением обладал сам Шричи Тани Махапруба он оказывал почтение даже тем кто не являлись вайшнавами сарвобамы баттачари когда пришел вы помните Кеша в Кашмире зазнавшийся логик из Кашмира который стремился победить всех пандитов всех знатоков санскритской грамматики поэтики поэзии грамматики я имел ввиду в Новодвипе о господь Чайтане так с ним деликатно обошелся он его победил в споре но никогда не унижал никогда он сказал ему о пандит когда он полностью с треском проиграл полностью потерпел поражение в дебате Сарасвати богиня его не поддержала потому что как потом призналась я ничего не могла сделать перед своим же повелителем Кришной что она увидела Кришну в господа Чайтане вот поэтому она как бы оставила его могла совершенно бессильно что-либо сделать и Саравабаума простите а Шри Чайтане Махапрабу сказал Кешаву Кашмиреву пожалуйста иди домой отдохни отдохни а потом на следующий день приходи снова так же и здесь я твой слуга этикет всегда господь Чайтане этикет почтить старшего почтить кого-либо кто выше его по положению пусть даже это не преданный господь Чайтане всегда это делал а я всего лишь молодой Саньяси я твой слуга я буду слушать тебя конечно такое смирение я пришел сюда только для того чтобы встретиться с вами и находиться под вашим покровительством могу ли я рассчитывать на то что вы позаботитесь обо мне конечно же господь Чайтане пришел Джаганадхапури вовсе не только для того чтобы встретить Саравабаума но он хотел его встретить чтобы обратить его в Вайшнава вот поэтому он так это представил очень-очень сладостно то есть у преданного у возвышенного преданного каждое движение сладостно а что говорить о самом Господе Чайтане он сама сладость сама потрясающая сладость поэтому он обращается со сладостью со всеми-всеми вот Тачаре ответил о пожалуйста больше никогда не ходи в храм один на даршан Господа Джаганадхи бери с собой меня или кого-нибудь из моих людей в Чайтане сказал я никогда больше не войду внутрь храма отныне я всегда буду созерцать Господа из-за гору Дастамбы из-за колонны которая при входе в храм тогда он очень опасался потому что он знал что у тебя такая внутренняя бхава такие внутренние настроения поэтому тебе опасно ходить одному на даршан старого бхава попросил Гопинадху Ачари отведи Госвами Джаганадхи в храм и покажи ему Господа Джаганадху остановиться он может в доме твоей тетки по матери тем более что ее дом стоит в уединенном месте ступай туда и все подготовь Гопинадху Ачари тогда отвел Господа Чайтанью в храм а потом в дом все показал где брать воду где кувшины где посуда вот на следующий день он отвел Господа Чайтанью на Мангаварати точнее еще на церемонию пробуждения Господа Джаганадхи в храм очень-очень бедительно следил за ним вот а затем взял Мухунди Дату с собой Гопинад Ачари отправился прямой к Сарвабаме когда они пришли Сарвабам обратился к Мухунди Дате он сказал Сарвабаму этот Саньяси ведет себя очень кротко и скромно он очень красив я чувствую к нему большое расположение в какой сампрадае принял он Саньяси как его зовут видите какое гостеприимство и какая культура он даже не знал имени не знал даже имени в ведической культуре прежде всего дают как наиболее как сказать наибольшее внимание обращают на на происхождение даже чем на имя самого самой личности прежде всего если ты приходишь к Вашнаму первый вопрос который тебя зовут кто твой гуру даже не как тебя зовут кто твой гуру первый то есть из какой-то линии из какой-то семьи скажем так если духовной то гуру вот и здесь потом он уже спросил как его зовут у пината ачарь ответил его имя Шри Кришна Чайтани Асаньясу ему дал благословенный Кешава Бхарати Кешава Бхарати как бы был из линии Шанкарачарьи но он никогда не был майявади на самом деле наш гуру дафа объяснял он никогда не был майявади Шри Чайтани Махапрабху перехитрил его когда он получал саньясу он спросил о собираешься ли ты мне дать эту мантру да да именно эту мантру так он сперва дал мантру положил ее в сердце Кешава Бхарати а затем уже услышал ее от него Гупинат Ачарья возразил Шри Кришна Чайтани Махапрабху выше подобных условностей ему не обязательно принимать саньясу в более престижной сампродае вот начинается эта острая полемика между зятем и тестем между Гупинат Хаячари и Сарабаумой Бхатачарьи вот Бхатачарья сказал если Чайтань Махапрабу еще в полном расцвете юности сможет ли он следовать строгим ограничениям саньясу двадцать четыре года Господь Чайтань принял саньясу наш гурдав когда я принимал саньяс дал одному молодому саньясу то есть одному молодому человеку саньясу двадцать три года это было желание гурдаван сказал я хочу тебя видеть саньясу пока я на этой планете как он дал Вишну Махараджу молодому саньясу милости да и мне тоже собственно всем я буду непрерывно я буду непрерывно читать Шри Чайтань Бхатачария продолжает ну я не уверен сможет ли он следовать ограничениям саньясу когда Шила Горга Винда Махарадж получил саньяс от Шила Бхактивиданта с вами Прабхупада прежде всего Прабхупад сам ему сказал я тебе дам саньяс получил ли ты саньяс я дам тебе саньяс это была их первая беседа вот а затем когда Шила Горга Винда Махарадж обратился с вопросом саньяси вновь тогда с вами Прабхупада он был как бы очень строг он сказал только в том случае если ты полностью оставил влечение к женщинам противоположному полу вот никогда о них не думаешь только тогда можно то есть он конечно знал что Шила Горга Винда Махарадж ваишнав причем великий ваишнав с детства и он просто это сказал как бы в целях наставлений вот но чтобы принимать саньяс нужно обладать вот этим никакого влечения к мирскому к противоположному полу нельзя иметь затем можно принимать Швечит Анима Прабху еще в полном расцвете юности сможет ли он следовать правилам расцвет юности означает чувства играют как бы и такой красивый да я буду непрерывно читать читание махапрабуль лекция философии веданте чтобы помочь ему утвердиться в самоотречении встать на путь монизма вот что хотел сарвобаума потому что монизм с философией шанкары с ее четырьмя афоризмами вот что было сутью того что было в сердце сарвобаумы и надо сказать что тогда линия шанкары была очень мощной практически вайшнавская линия она была очень в тени линия шанкарачари считалась практически единственной авторитетной чтобы поднять свой авторитет в обществе и чтобы его слушали Шри Чайтани Махапрабу приделся неасу кеши в барате который был в дальнейшем карачаре но как мы только что упомянули он никогда не был майаваде сарвобаума бата-чаря сказал если Шри Чайтани Махапрабу пожелает я смогу ему а помогу ему перейти в сампродай высшего разряда снова дав ему шафрановой одежды и проведя подобающий обряд он думал оооо та линия в которой он получил саньяс не столь высока вот то есть он принадлежал к барате сампродай Шилосвами Марадж объясняет здесь. То есть Баратисампрадая или Пурисампрадая. На самом деле он просто принимал это положение. Поэтому Сарабама Бадда-чаря хотел сделать его саньяси более возвышенного порядка, но чтобы стать саньяси, одного лишь отвлечения недостаточно. Нужна очень серьезная подготовка по седанте, по философии. То есть Гьяна и Вайраги, то есть знания и отречения как бы внешние, но в то же время они очень-очень важны. Это как две платформы очень важных для сознания Кришны. Помните три качества Гуру – его Гьяна, его Вайраги. Внешние два качества, и первое – это что? Сознание Кришны, насколько он постиг Кришну. То же самое касается саньяси. На самом деле, вы знаете, настоящий уровень для саньяси какой? Если брать девять этапов Бхакти, какой – Бхава, на самом деле. Вот тогда это действительно соответствует уровню саньяси. Тогда это чистый, преданный саньяси – Гуру всего мира. Действительно так. Но, так или иначе, если Гуру видит в сердце преданного определенное качество, если он видит, что преданный Шаранага – это, ну, сколько-то, предан ему, он может дать саньяс. Просто, как одежду подрастающему ребенку на вырост дают, вот. Или даже бывает, на востоке ребенок родился, и сразу ему какую-то хорошую одежду, вот, будешь носить, когда вырастешь. Вот так же саньяс порой дается просто по милости Вайшнава, что Гуру дав дал такую милость вашему слуге, вот. Чувствую, что пока не дорос я до этой одежды, вот. Но надо носить, однако же. Знаете, как довольно бывает потешно, когда ты закатываешь рукава, закатываешь, подгибаешь низ своей одежды, чтобы она не волочилась по земле, чтобы все выглядело прилично и цивильно. Вот. Посмотрел в зеркало, отряхнулся, хорошо сидит, ну, ладно, хорошо. Можем позиционировать. Так или иначе, милость Гуру давал, поэтому нужно действовать хотя бы так, а затем уже встать когда-нибудь. Так вот, услышав это, Гупинат Ачария, мы кандидаты очень расстроились. Поэтому Гупинат Ачария ответил Сарабама Баттачария. Вот начинается эта острая дискуссия. Сегодня мы ее начнем слушать, потом продолжим. Сарабама сказал, ай, простите, Гупинат Ачария сказал Сарабаме, дорогой Баттачария, тебе неведомо величие Господа Чайтани Махапраму, все признаки Верховной Личности Бога и от Бога нашли в нем наивысшее проявление. Гупинат Ачария продолжал, о, Чайтани Махапраму, говорит, что он сам Верховный, а если Чайтани Махапраму говорят, что он Верховный Господь, тем, кто не знает этого, трудно понять заключение следующих писаний. Но тут же ученики Сарабама были рядом, возразили, что ты можешь доказать, чем ты можешь доказать, что если Чайтани Махапрам Верховный Господь сразу же. Ожесточенная дискуссия в Индии очень часто. Знаете, сколько в Индии Верховных Господов? Настоящих и поддельных. Огромное количество. Вы зайдете в Севакунж, а там стихи. Кого? Харивамши. Харивамши Махапрабху. Его называют Махапрабху. На самом деле, когда-то его отверг Гопал Бхата Госвами. То, что он отказался следовать Икадаш. У него появилась своя Сампрадая. Он Махапрабху для них. Валабачарья, пожалуйста. Еще один Махапрабху. Но его когда-то отверг Господь Чайтани. Валабачарья пришел к Господу Чайтани и сказал, я написал комментарий на Бхагаватам, которые лучше, чем комментарий Шридара Свами. Первого комментатора какого века. В общем, до Господа Чайтани. Махапрабху сказал, тот, кто делает вызов Свами, Шридара Свами, является проституткой он сказал. Вот так. Это Вяшья. Поэтому он отверг Валабачарью. Валабабата, так или иначе, он общался с ним. Почтительно общался. Он ответил на его приглашение, когда был в Варанасе. Перед тем, как дать наставление Ширупе Госвами. Он посетил его дом на другом берегу Ганги и так далее. Но потом, в конце концов, отверг. Так вот, что я хочу сказать. Очень много разных Махапрабху есть. Поэтому, возможно, философские споры. Откуда ты знаешь, что это Бхагаван? Чем ты докажешь, что это Бхагаван? Как-то раз наш Парам Гурудевшилы Бхакти Прагьян Кеши Вагасвай Мараш проповедовал где-то в современном Бангладеше. Не то Дака, не то где-то. Вот. И местные люди... То есть там он очень жестко проповедовал. Он назвал рты тех, кто едят мясо, ну, курицу, рыбу. Вот. С точными канавами. Вот. И он также очень сильно раскритиковал их авторитетов. Таких, как Вивикананда и всех этих Рабид Радат Тагор имперсоналистов. Вот. В итоге они чуть не стали бросаться тухлыми помидорами. Там, в общем, атмосфера была очень накалённой. Они бросили вызов. Кто сказал, что ваш Чайтанья это Махаправу, что он Верховный Господь? Тогда Парам Гурудев сказал Шиле Бхактивданте Вамане Махараджу нашему. Боло. Говори. Шиле Вамане, наоборот, Махарадж был Шрутидарой. Он был знатоком всех писаний. Точнее говоря, Шрутидара означает, тот, кто один раз услышал, тот, кто один раз услышал, никогда не забывает или прочёл. Фотографическая память и магнитофоническая звуковая память. Вот. Поэтому он воспроизводил всё просто, моментально. И минимум пятьдесят шлок процитировал Шиле Вамана Госвами Мараж. Причём из Шрути лишь, из Упанишат, где говорится, приходишь и читать. У нас есть эта книга, Ши Чайтанья Махаправа Верховный Господь, если вы помните. Вот эти вот стихи Шиле Вамана Мараж процитировал. Вот. Так что люди склонны бросать вызов. Кто сказал, что он Бог в Индии? Одна из, наверное, популярнейших тем дискуссий во всей стране. Духовных дискуссий. Гупинат Ачарья ответил. Доказательство тому. Слова признанных Ачариев, познавших его в наличность Бога. Ученики Бат-Ачарья сказали. О, мы постигаем абсолютную истину с помощью логических рассуждений. Агупинат Ачарья, о проверках доктрин, он сказал, с помощью логических рассуждений и умозаключений нельзя обрести подлинное знание о Верховной Личности Бога. Да. Основной методологией имперсоналистов является логика аргументов, логические заключения. Они занимаются, как Шрила Бхактиваданта Свами Прабхупат говорил, словесным жонглированием. Он называл это словесным жонглированием, word jugglery. Словесным жонглированием, на самом деле. Они стремятся доказать, что Верховная Личность Бога изначально имперсональна, безлична. Здесь Васвами Махараш в комментариях цитирует этот известный стих из Брахма Самхиты. Одно из доказательств того, что Брахма – это излучение, это сияние лотосных, лотосных стоп Кришны. Есть личностный аспект и безличный аспект. Понимаете все наши новые преданные? Понимаем? Личностный и безличный. Личностный называется бхагаван. Он владыка всех достояний. Бхага – достояние, достоинство. Ван – значит владыка. А брахмаджиоти или сияние Брахмана. Джиоти – это безличный аспект. Но еще и локализованный параматма. Вот три аспекта абсолютно истины. Слышали? Брахмати, параматмати, бхагаванати, шабдити. Один, два, одиннадцать бхагавати. Фундаментальный стих. Поэтому даже сам Кришна в Бхагавадгите говорит, что «глупцы считают, что когда-то я был безличным, а потом стал личностным». А в як-то, в як-то че-то сам в этом стихе. Мы будем подробно это разбирать в Новосибирске в декабре. На семинаре по Бхагавадгите. Факт тот, что даже сам Кришна говорит, а им персоналисты переворачивают этот стих вверх тормашками. Вот и все. Что сделал Шанкар Ачарья с ведами? Наш Парам Гурудаев объяснил. Он перевернул их вверх тормашками полностью. Мы как бы предвосхищаем эти темы. В последующие вечера мы будем слушать серьезную седанту. Когда мы дойдем до самой, собственно, беседы, обращения Сарва Баумы, пока это, как сказать, введение, но уже очень серьезная дискуссия между Сарва Баумой и Гупинатхой Ачари. Так вот, здесь Гупинат Ачари начинает громить концепцию, методологию имперсональных сампродай, имперсоналистов. Гупинат Ачари продолжал. «Познать Верховного Господа, лишь снискав Его милость, но никак не с помощью догадыш и умозаключений». И есть несколько цитат из Писания, которые здесь используют Гупинат Ачари. Он говорит, если человек, благодаря своему предному служению, заслужит хотя бы крупицу Божественной милости, только тогда он сможет постичь природу Верховной Личности Бога. Здесь Господь Брахма говорит в молитвах с Шримад Бхагаватом, 14 главы 10 песни Брахма Стутти. Когда Брахма пытался обмануть Кришну, украв мальчиков, пастушков и телят, что произошло? Он сам был обманут. Вы знаете, он не мог понять, как это Кришна одновременно проявляется и в пещере, и здесь опять на поляне вместе с мальчиками, пастушками. Поэтому он был в полном замешательстве и наконец осознал, когда он увидел, что эти мальчики, пастушки, не что иное, как проявление самого Кришны, он произнес эти 40 молитв Брахма Стутти. Одна из которых. О мой Господь, познать Твое истинное величие может только тот, кто удостоился хотя бы капли милости Твоих лотосных стоп, но те, кто пытается постичь Верховного Господа, силой собственного ума не добьются успеха, даже годами изучая Веды. В Шруте есть прекрасные стихи, в Апанишадах, в Веданта-сутре. В Веданта-сутре есть один афоризм. В этом афоризме говорится, что Верховный Господь открывается лишь тому, кто полностью предан Ему, причем открывается по своей воле. Невозможно с помощью логики и аргументов познать Господа. Еще прекрасные стихи есть в Апанишадах. Вот. Гупинат Ачария продолжал. Ты просвещенный человек, у тебя много учеников. Поистине во всем мире нет другого такого знатока Писаний, как ты. Однако ты не снискал даже крупицы милости Господа, и поэтому не можешь его понять, хотя он и находится в твоем доме. Просто и прямо. Это ваишнавизм, как мы сегодня говорили. Непосредственный удар в нос. Философский, тактичный, этичный. Но удар. Обязательный удар. Вот. Так, как в футболе можно забить гол, можно так забить гол, чтобы прорвать сетку. Можно забить очень тактично. И как бы ничего не случилось, но счет один ноль. Так же и здесь. Он находится в твоем доме. Совершенно прямо. Сказано. Не собираюсь тебя ни в чем упрекнуть. А я лишь привел заключение Писания. Верховную личность Бога нельзя постичь, просто изучая Священное Писание. Катхау Панишат. А, Катхау Панишат. Да. Вот он. Вот эти стихи. И в другом стихе. И в другом стихе. Невозможно Верховную личность Бога сферу души познать при помощи логических умозаключений. Это совершенно невозможно сделать. Господа нельзя понять, даже если постичь, прослушать все ведические Писания, прочесть все ведические Писания. Фундаментальная ошибка некоторых начинающих преданных. Они думают, что силой своего разума они могут постичь Господа. Невозможно. Опровергается тысячу раз. Но вот парадоксально, что даже имперсоналисты, у них метод вот этих вот логических методов, логических рассуждений. Сара Обама ответил. Дорогой Гопинат Ачарья, пожалуйста, взвешивай свои слова. Чем ты можешь доказать, что удостоился благословности Господа? Сара Обама не видел. Он мог оказать почтение преданным в социальном смысле. как этикет в обществе. Но он не мог понять сути их преданности. Он не мог понять, как Верховный Господь проявляется в их сердце. Каким образом мы снискали милость Господа. Почему? Потому что он находился в совершенно другом измерении, в совершенно другой концепции. Вопинат Ачарья ответил. Доказательством благосклонности ко мне Господа является мое понимание суммумбоном абсолютной истины. Смелое утверждение младшего по положению зятя, ученому, образованному сарвобауме, который был в его тесте. Вопинат Ачарья продолжал. Когда Шрича Итани Махапрабу находился в экстазе, ты видел, что он проявляет признаки Верховной Личности Бога. Ты же видел. Ты же тоже знаешь эти Писания. Хотя ты собственными глазами наблюдал эти признаки, ты так и не понял природу Шрича Итани Махапрабу. Это обычно называют иллюзией. Сказано прямо. Опять-таки. Он находится в твоем доме. А ты, несмотря на то, что ты видел это, 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 и ты знаешь то, 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 ты в иллюзии. Вот и все. Поэтому ты не видишь его на самом деле. Того, кто находится во власти внешней энергии, называют Багир Мука Дживей. Джаной. То есть материалистом. Багир Мука Джаной. Поскольку он не видит истинного положения вещей, даже когда оно очевидно. Выслушав Гупинато Ачарию, Сарабамбат Ачарья с улыбкой ответил ему, ой, не сердись на меня, пожалуйста. Ведь мы ведем дружескую беседу. Обсуждая то, что написано в шастрах, и просто сослался на Писание, не воспринимая это, как оскорбление в свой адрес. Он, конечно, стремится смягчить ситуацию, чтобы не было вооруженного конфликта. Философский конфликт. Встреча Тани Махапрабу, несомненно, велики предные, каких мало. Однако я не смогу признать его полноценным воплощением Господа Вишну. Ибо в Писаниях сказано, что Господь не приходит на землю век Кали. Да? Господа называют Триюга. Это одно из имен Господа Вишну. Вот на этот момент здесь обращает внимание Сарва Баума. И он называет так, потому что в Кали-Югу воплощение Господа не приходит. Таково заключение богооткровенных писаний. Он, услышав это, Гупинат Ачари, очень огорчился. Он сказал, Бат-Ачари, «Ха, ты считаешь себя знак таком божественных ведических писаний, и ты не знаешь этой истины, о том, что Господь на самом деле приходит в Кали-Югу. Но каким образом?» Два величайших ведических писания. Это Шримад Бхагаватам и Махабарата. Однако ты обходишь внимание их утверждения. И в Шримад Бхагаватам, и в Махабарате содержатся прямые пророчества о приходе Господа Чайтани. Какой Гупинат Ачари прозорливый? Он процитирует сейчас два концептуальных стиха, как сказать, классических стиха, в которых предвосхищается приход Господа Чайтани. Наши Ачари указывают нам на эти два стиха. «Кали-Юги лилаватара на кари бхагаван, а то его три-Юга кари кая таранам. Век Кали-Юги не приходит лилаватара Верховного Господа». Вот почему его называют три-Юга. «Это одно из его святых имен». «В каждую эпоху обязательно приходит воплощение Господа, и все такие воплощения называют юга-аватарой. Но твое сердце настолько черствело от занятий логикой, что и ты этого не понимаешь». Логик самбанда – семейное отношение. Зять и тесть. Спор без, как сказать, снятия шапок. Очень-очень прямой. Не в бровь, а в глаз. «В прошлом, в зависимости от эпохи, у твоего сына были тират трех разных цветов – белого, красного и желтого. В эту эпоху два параюга наявился в теле черного цвета». Кришна. «Век Кали и в два параюга Верховного Господа поклоняются, вознося разные молитвы, соблюдая в Западе дополнительных ведических писаний». И теперь расскажу тебе об этом подробнее. Вот что цитирует Ши Гупината Ачарья из, соответственно, «Бхагаватам» и «Махабарата». Вот этот стих из «Бхагаватам». Вы наверняка его слышали. Кришна варнам твиша Кришнам. Поддержите хор. Санга пангастрапаршадам. Почему нет хора? Это очень важный стих. Очень важный стих. Здесь в одиннадцатой песне «Бхагаватам» Махарадж Ними слышит от девятийогендр различных воплощений Господа. И вот в этом эпизоде идет речь о том воплощении, которое придет в Кали-югу. Это пророчество. Там описывается Господь Чайтанья. Некоторые недалекие ученые, изучающие Бхагаватам, считают, что это упоминание Рамачандры. На самом деле Господа Чайтанья. После этого стиха идет еще два, в которых упоминается Господь Чайтанья на самом деле. Вандей Махапуруша Те Чарана Равиндам. Оба они заканчиваются этой строкой. Вандей Махапуруша Те Чарана Равиндам. Я возношу хвалу этой Махапуруши. Это очень особая тема. Может быть, мы завтра посмотрим эти стихи, если будет возможность, время. Но сейчас давайте разберем этот стих. Кришна варнам твиша кришнам сангам пангастра паршадам ягьяй санкиртана праяй яджантихи сумедаса. Тем, кто записывает или запоминает. Бхагаватам 11.5.32. Вышло на русском сейчас. Можете читать. Ягьяй санкиртана праяй. Он совершает ягию какую? Санкиртана ягию. Сумедаса. То есть разумные люди поклоняются ему в эту эпоху. Кто же он такой? Он Кришна варнам. То есть варнам означает слоги. Он повторяет слоги. Кришна. Это сам Кришна, который повторяет собственное же имя. Это Господь Чайтанья. Он воспевает собственное имя. Кришна варнам, но твиша, цвет его тела. Ак Кришна. Кришна означает также темный. Но цвет его тела. Ак Кришна означает не темный, то есть золотистый. Это указывает на Господа Чайтанья. Он приходит санга пангастра паршадам со своими тремя видами спутников. Помните какими? Анги, Упанги и Паришады. Финал этой лекции очень философский. Будьте внимательны. Мы начнем с этого завтра снова. Анги это означает части. Две первые части. Древо Господа Чайтанья. Помните кто такие? Две личности. Кто? Нитянанда и Адвайта. Молодцы. Нитянанда и Адвайта. Если мы возьмем Панчататву, посмотрим кто есть кто. Господь Чайтанья Нитянанда и Адвайта. Это Бхагаваттатва. Это Сам Господь. Соответственно это Бхакта Рупа, Бхакта Сварупа и Бхакта Аватара. Это Шакти Таттва Господь. Эй, простите, уже не Господь. Это Гадатхара. Это Сама Шримати Радыка. Три части Бхагаваттатвы. Одна часть Шакти Таттва и Шривасата Бхакта. Бхакта Таттва. Воплощение Нарада Муни. Иногда говорят Джива Таттва, но это не точно. На самом деле Бхакта Таттва лучше. Так вот, из них Анги это Господь Нитянанда и Господь Адвайта. То есть первые два ответвления древа. От них исходят все остальные предные. Затем Упанга, то есть Упа означает дополнительная ветвь. Это Шривас Такур. Это Бхакта. И от Шриваса отходит много-много-много других ветвей, которые описаны в Читании Чиритамрити в начале. Но еще идут Паришады. Эти Паришады это очень особые спутники Господа. Он пришел вместе с ними. Отмечаются обычно три с половиной Паришады. Помните кто? Сперва идут Валита и Вишака в Гауралиле. Смелей. Нет-нет, смелей кто-нибудь. Сварупада Мадара. Рая Рамананда. И брат и сестра Шики Махити и Мадави. Которые, соответственно, воплощение двух гопи. Рага Лекха и Калакели. Им был открыт вход в Гамбиру. Причем это три с половиной считается. Сварупада Мадара, Лолита. Рая Рамананда, Вишака. За тем, кто Рага Лекха и Калакели. Еще две гопи. Но с половиной. Не просто потому, что она женщина. Она не так была близка естественным образом. Но Шики Махити и Мадави еще являются одной с половиной паришадов. Еще полтора паришада. Так вот. Паришадам. Еще кто такие паришады? Шестеро Госвами. Паришады. Очень близкие спутники. А кто главный среди всех паришадов? Кроме ребят, они знают. Гададхара Пандид. Он самый главный среди всех паришадов. Он корень всех паришадов. Потому что сама Шримати Радика. Вопрос, почему он не был так близко к сочетанию Махапрабу, как Сварупада Мадара Ра Рамананда. Потому что сама Шримати Радика в этой лиле была подобна режиссеру. Она сидела как режиссер в зале и наблюдала, как главный актер играет ее роль. И каждый день главный актер Кришна приходил к Гададхаре на консультацию. Как к режиссеру. И слушал объяснение режиссера. Слушал объяснение Шримад Бхагаватам. Так Радика объясняла Кришне суть Шримад Бхагаватам. Это Гададхара и Господь Чайтания в Джаганадхапуре. Вот это паришады. Так вот Санга со своими ангами, упангами, паришадами, астра, что такое со своим оружием. Каково уже Господа Чайтания? Святое имя, да. Поэтому Нитянанда остановил Господа Чайтания. Когда он занес уже чакру, он звал чакру, чтобы снести голову к Мадхаю, который запустил в Господа Нитянанду глиняный кувшин, разбив ему голову до крови. Господь Чайтания остановил, простите, Нитянанда остановил Господа Чайтания. Ты пришел только с одной астрой, с одним оружием. Это святое имя, больше ничего. Так вот, в Кали-югу разумно, и люди поклоняются ему. Поклоняются ему. Завтра мы опять вернемся к этому, чтобы хорошо усвоить. И второй стих. На этом мы завершим сегодня второй стих. У Господа в воплощении горы Сундры золотистый цвет кожи, подобный цвету расплавленного золота. Господь прекрасно сложен и все его тело умощено сандаловой пастой. Он достигнет четвертой ступени духовной жизни Саньясы, будет полностью владеть собой. В отличие от Саньясы, Сима и Авади, он будет поглощен при одном служении и положит начало движения Санкиртаны. Так Господь Чайтания пришел в образе Саньясы. Это означает в образе как высшего авторитета этого мира. Он принес этому миру бхакти, и это было подлинным прорывом подлинной революции, потому что все тонуло в Майаваде. Пришли, конечно же, Рамануджа-чарья, Мадва-чарья, но такого мощнейшего вкрапления, мощнейшего потока бхакти они не принесли. Не было такого мощного духовного движения, которое принес Господь Чайтания. Потом оно проявилось, дошло до всех-всех уголков мира, в частности города Кемерово и близлежащих областей. Поэтому мы с вами попали в линию Господа Чайтания. Насколько же мы удачливы. Эта игра обращения с Арвабама имеет очень особый смысл для нас. Вы знаете, в каждом из нас живет Майаваде. Он живет в нас, имперсоналист. Мы очень склонны говорить все одно, все едино. Начиная даже с нашего дома, с кухни. У многих преданных перемешаны вещи Кришны и вещи людей. Кришна и Его преданные – это разные таттвы. Нельзя варить что-то для Кришны, пользуясь посудой, из которой мы едим сами, или теми ложками, которые мы используем сами для принятия Прасады. Разные таттвы. И пока у нас не стоит вот этот дуализм – это двайта, шудда, двайта, которую Мадхавачарья принес. Ишвара, Джива, Беда – разница между Ишварой и Дживой в частности. Еще вернемся к этому вопросу. Пять различий ввел Мадхавачарья. Ишвара, Джива, Беда – разница между Ишварой и Дживой, Верховным Господом, живым существом. Дальше – Ишвара Джарабеда – разница между Верховным Господом и материей, проявлениями Майи. Джива, Джива, Беда – одна Джива отличная, а другая. Как бы я не стремился слиться с брата Джаном, я не могу, потому что он брат Джан, а я Садху Джан. Два разных, две разных Дживы. Как бы я не хотел стать единым с этим микрофоном, я не могу, потому что я говорю в него, мы никак не можем соединиться. Никак-никак. Мы с двумя различными являемся единицами, и микрофон никак не может слиться с компьютером. Это два разных проявления Майи. Поэтому есть объекты. И они личностные, все очень личностные, поэтому есть два всегда. Так же, как в одном старом философском анекдоте встречаются два трансценденталиста. И, знаете как, иногда, когда кто-то очень торопится, они проезжают на машинах, допустим, нет времени поговорить, они остановились на светофоре, одна машина едет в одну сторону, другая в другую, и нужная стоит. Да, нет, поехали, да, нет, нет. Вот так вот, разговор. Так вот, один трансценденталист показывает одному один палец, а другой показывает два пальца. Все понятно нам в разные стороны. Все понятно. Вот здесь, как это бывает в хороших сериалах, мы прервемся до завтра. Нас ожидают еще три замечательных вечера. Я очень вдохновлен вашим вниманием, спасибо. Очень многое зависит от аудитории, на самом деле. Вот наши замечательные санги. Уфа, Пермь, Кемерово. Это такой бальзам после Краснодара, где мы были в эзотерическом центре, в полном Майеваде, в полном Майеваде. Они приходили на лекции тоже. Конечно, предные наши там тоже есть. Вот. Ну и здесь мы наконец-таки, вернувшись к теме Майеваде, уже совершенно другой платформы, слушаем о том, как Майевада была полностью выкорчевана Господом Чайтанья из сердца Сарабабама, которое раньше было темным, а потом стало полным расы. И затем он стал величайшим преданным поэтом и спутником Шри Чайтанья Прабху. Шри Сарабам Батачарья Ки-джай. Шри Чайтанья Чаритамритам Ки-джай. Шри Чайтанья Чаритамритам Ки-джай. Шри Горанга Маха Прабху Ки-джай. Шила Кришн Даска Ирадж Гусвами Пада Ки-джай. Парамарадитам Гуру Падхама Ки-джай. Ш autistic человек в оенныхďашибах 5 садии HaMari смотрите в рецепт Маха分. Шри Чайтанья Прабху Ки-джай. Шри Чайтанья Прабху Ки-джай. Шри Чайтанья Чайтанья Прабху Ки-джай. Хотелось бы знать, вам описание есть в настоящее время, или это было до нас, они были, или они будут после того, как вы уже видели? Окей, не совсем по теме вопроса, но так или иначе по Шримад Бхагаватам. Я не слышал упоминания о том, что именно наше время конкретно описывается в Кальюге. Я слышал, что, простите, Шримад Бхагаватам, наш период Кальюги описывается Шримад Бхагаватам. Но я слышал, тоже не совсем точно, но, наверное, в Бавишиапуране есть описание нашего времени, именно, кто сейчас правит. Так или иначе, что? Я хочу ответить одной цитатой из Шри Прабадананды Сарасвати падав Чайтанья Чандарамриты. В Кальюгу чувства очень сильные. Калак Алирбалина Индриева и Риварга. Шри Бхакти Марга – священный путь Бхакти испечатлен колючками, которые мешают продвижению. На каждом шагу у нас разные раздражители этого мира. Вот. Ахаква эми викало камакимагам кароми – куда же мне идти, что же мне делать, понимаете? Если рядом с тобой масса колючек, а за кустами рычат крокодилы и акулы, развивают свои пасти, да? Что же делать? Как идти вдоль такой речки, рядом с такими кустами? И хищники угрожают. Шри Чайтанья Чандра Дюнарди крикам кару. Только лишь ты, Шри Чайтанья Чандра Махапрабху, можешь дать мне милость. Такой стих. Поэтому, какие бы династии ни были, наш, как сказать, почтительный им привет издалека. Вот. Но мы действуем согласно наставлениям Шри Чайтанья Махапрабху, которые Кали Юга Павана. Кали Юга Павана, Кали Бая Нашана, Шри Сачинандана Га. Воспевай имя Шри Сачинандана, который спаситель Кали Юги и устранитель страхов Кали Юги. Полно страхов. Что сделают династии, что сделают правители. Шри Чайтанья Махапрабху дают полную защиту. Как сказано, было на одной наклейке, которую преданные распространяли, дарили друг другу. Don't fear, Krishna's here. Не бойся, Кришна здесь. Харе Кришна. Еще какие-то вопросы, может быть, по Сараубама, по содержанию. Хорошо, в общем, можете подчитать. Это все есть на русском Шри Чайтанья Чиритамрита Мадья Лила, том 1. Можете смотреть, кто дома есть. Это тоже вам даст почву для каких-то размышлений, вопросов. Еще какие-то вопросы на любые темы уже? Не бойся. Не стесняюсь. О, видишь, он нашелся. Окей. У меня был вопрос такой. Какие шлоки, можно ли их найти, которые произнес Шилл Бактинант Иванович? Ну, вот очень многие в книге Шри Чайтанья Мадья Прабу Верховный Господь, которая была когда-то переведена непосредственно с хинди на русский. Вот. И там очень много цитат. Вот эти вот, кстати, две ключевые. Вот эти. Которые с Гопинат Ачарья цитирую для Сараубама, мы здесь. Одна из Бхагаватам. Кришна Варнам, то есть шаг Кришнам. И удивился многие, не знают, нужно выучить этот стих. Кришна Варнам, запишите, кто записывает? Кришна Варнам Твиша, Кришна. Помнишь? Помнишь? Почему не поддержал хор? Такой певец и не поддержал хор, слушай, да? Есть таких неполных. Должен был быть не только певец, но философ. Переквалифицируйся. Гарри Кришна. Окей. Последний вопрос. Кто? Ты? Нет. Кто еще? Ну вот эти два стиха. Иссуманга. 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 Вот этот стих. Вот эти два стиха очень-очень важные. Потому что именно ими Гопинат Ачарья, как сказать, с их помощью. Он подготовил почву для того, чтобы Шри Чайтани Мапрабу его обратил. Потому что Шри Чайтани Мапрабу просто наносил удар за ударом. Мы предвосхищаем это повествование. Он наносил удар за ударом. И, наконец, он нанес главный удар, которого Сараубам уже не выдержал просто. Просто не выдержал. Он по всем категориям, по всем, как сказать, положениям Майавады он его ударял со всех сторон. Как ты можешь говорить так, если введы говорят так? Как ты можешь говорить так, если введы говорят так? Так смотри, введы – это чистый таизм, как наш Парамгурудаф. Что сделал Шанкарачарья? Введы перевернул вверх тармашкаме. Введы – это чистый таизм. Понимаете, это очень важно знать. Потому что всё, что идёт из Индии, почти всё сейчас. 99,9999, я не знаю, сколько. Модификации или сама в философии Шанкара, или её модификации различны. Вот и всё. Вот я хотела бы спросить, а вот Кришна, Чайтани – это же все как бы аватары Вишну? Это не аватары Вишну. А как это можно сказать? Потому что Кришна… Это Чамша, Калат Пумса, Кришна, Ситу Бхагаван в своём. Индради Вякулам Лаукам Ридайанти, Юге, Юге. Мы, и не только мы, весь мир принимает Шримад Бхагаватам за сливки ведического знания. Шримад Бхагаватам – высший авторитет. Там перечисляются основные лила-аватары, то есть игровые аватары Господа, в первой песне. Вот. В третьей главе. И затем идёт вот этот стих. Эте Чамша, Калат Пумса, Кришна, Ситу Бхагаван своим. Индради Вякулам Лаукам Ридайанти, Юге, Юге. Среди всех этих аватар Кришна является не аватарой, он является аватари. Мы принимаем авторитет Шримад Бхагавата. То есть он является первопричиной всех воплощений. Подобно тому, как огромное количество волн проносятся повсюду в океане. Существует первопричина этих волн. Почему волны бывают? Ну, что дует ветер. Так же Кришна – первопричина всех аватар. Вы можете сказать, ну вот, в Вишну Пуране, наоборот, говорится Вишну. Конечно. Для тех преданных, которые идут на Вайкунтху. Для тех преданных, которые идут на Вайкунтху, они признают, что Нараяна – он аджа. Вот Нараяна – он нерожденный, а Кришна – он проходит через лилы рождения. Он рождается у мамы Яшоды, ползает, понимаете как? Крадет масло, шалит и так далее, так далее. Детские лилы – все это. Как это понять? А вот Нараяна не ползает, масло не крадет. Нараяна крадет масло – Господи. Католический крест. Можете православный, какой угодно. Невозможно, понимаете? Правильно. То есть, он совершенно верно. Он нерожденный. Мы знаем, он нерожденный. Но он-то аватар, он Кала, он часть. Но для них он первопричина. Потому что они идут туда, понимаете? Все зависит. Почему вот это так, а это так? В ветах много противоречивых вещей, понимаете? Но если с точки зрения величайших трансценденталистов, величайших, которые, в особенности, что очень важно, утверждены на высшей платформе осознания Бога. То есть, они с Галукавриндаваны. Высшие планеты. Они говорят, при беспристрастном, нейтральном анализе можем заключить, что Итачамшакалапапсак, Кришна с тубагаванцвэм, что Господь Брахма тоже. Ишвара, 3-4. Ишвара, Парама, Кришна, Садчидананда, Виграха, Анадир, Адир, Говинда, Сарва, Карана, Карана. Ишвара, Верховный Господь. Парама, Верховный, Кришна. Садчидананда, Виграха, Тело которого исполнено вечности знание и блаженство. Анадир, Безначальный, Адир, Изначальный, Говинда. Тот, кто радует гопи, гопов, пастушков, пастушек, коров и чувства. Говинда, Сарва, Карана, Каранам, Причина всех причин. Кришна, Причина всех причин. Много-много стихов. Вот, пожалуйста, Господь Брахма сам. Главный авторитет во Вселенной. Глава нашей Сампрадай утверждает это. Вот. Потом, пожалуйста, это Чамшак Калапуса. Вывод Шримад Бхагатам. Поэтому, конечно, можно сражаться с выводами Шримад Бхагатам. Есть много людей, которые дают свои толкования и так далее. Мы говорим, Шримад Бхагатам выше, чем Вишну Пурана. Смело говорим. Вишну Пурана, окей. Но для Шри Сампрадай, которая поклоняется Лакшмии Нарайне на юге Индии, это высший авторитет. Но не для нас, гаудеев. Потому что мы идем на Галлоку Вриндавана. Мы хотим Враджа Бхакти обрести. Поэтому Шримад Бхагатам, несомненно, для нас высший авторитет. Шримад Бхагатам источник Враджа Бхакти. Враджа Бхакти проникнуло, то есть Шримад Бхагатам пронизано Враджа Бхакти, то есть по преданному служению на стороне Вриндавана Враджа. Ну, кто-то утверждает, а Вриндаван ниже Вайкунтхи. Но мы не будем спорить, понимаете, просто. То есть вопрос веры на самом деле. Вот, допустим, у кого-то есть билет в Нью-Йорк. О, Нью-Йорк – это столица мира. У кого-то в Лондон. Лондон – столица мира. Бога ради. Но нам-то преданным чего там? Мы знаем, что там в Самсаре все живут люди, которые в Самсаре. Там все самсарники живут, понимаете? На полюсе живут полярники в Лондоне, в Нью-Йорке живут самсарники. Нам что до них? Нам Вриндаван, слушай, нам билет до Дели и 150 к Медо, Вриндавана доехать, пожалуйста, на такси четыре часа дать. А? 150. Слушай, лучше знаем, да? Поэтому нам в ту сторону. И это наша вера, понимаете? Это наше отвлечение. Поэтому, слушай, что нам в Нью-Йорке? Там, конечно, хорошо у нас. Шевриндаван, но… О, наконец, слушай, я спровоцировал хотя бы один вопрос от Брата Джана. Брата Владимирович говорит, что знание выводит душу из тьмы невежества. Сарва Фаума, фактически Сарва Фаума Бхатачайя знал все шастры. Столько знаний. И как он мог ничего, как бы так, прямо в центр не понять? А я сомневаюсь, что Гупинат Хатачайя все шастры сидел где-нибудь и изучал, как Сарва Фаума Бхатачайя. А он как раз знал эти несколько услуг, которые самые главные были. И Гупинат Хатачайя был тоже очень образован. Он как-то недооценивался. Твой вопрос очень хороший. То есть… Шишанкара Чарья в конце он что сказал? Баджа Говиндам, баджа Говиндам, баджа Говиндам, мудам – это ученый-глупец, мудха. Изучай, поклоняйся Говинде. Баджа Говиндам. Поклоняйся Говинде, ученый-мудха, ученый-осел. Ученый-осел, поклоняйся Говинде. Все, это он сказал. С вами Мареш цитировал сразу же. Сразу же всем пряну. Потому что в конце концов даже Шанкара Чарья не выдержал, понимаете? У него была спецмиссия – Господь Шива. Он не хотел соглашаться. Он должен был ввести в заблуждение весь мир. Он должен был ввести в заблуждение всех людей, которые не достойны прийти в чистый путь, на чистый путь Бхакти встать. Просто, чтобы не загрязнять чистый путь Бхакти, Господь Шива, как всегда, он покровитель всех самых-самых интересных и оригинальных живых существ. Как-то гоблины, пешачьи и все прочие товарищи, они его вечные спутники и так далее. Но в то же время люди, которые обладают, скажем так, томическими склонностями различными. А тамас что такое? Ложные взгляды, понимаете? В нашем мире сейчас за тамас они ломают копию. То есть, мой тамас лучше твоего, понимаешь? Поэтому он в доску не прав, абсолютно. Но все равно за свое невежество он берется. То есть, мое невежество выше, чем твое, все. То, что это невежество, называется светом, понимаете? Засияла лампочка – это свет. Все, все мотыльки полетели туда. А другие говорят – нет, мой огонек лучше, чем огонек живой. А твоя лампочка химития – это самое неорганическое. А мой огонь – это органический. Но в этом огне они сгорают, понимаешь? И лампочка, они еще там как-то держатся, тыкаясь, а ее стекло. Вот. Страстные виды невежества. Но майавада, вайшнавы просто пробивают ее, они вскрывают ее. Майавади не могут терпеть этих. Не могут терпеть речей, они нас избегают, считают оскорбителями. Отворачивают. Ну, правильно. Им только остается, что от нас отворачиваться. Но Господь Шива Шанкара, он сделал для них специальный путь. Вот этот – это два – это веданты. Вот специально. Раньше его не было. Раньше все были вайшнауме. Этого пути не было. То есть был, но, как сказать, не настолько ведущий, как сейчас. Вот насколько была, как сказать, наиболее влиятельна вот эта сампрадая Шанкары в Индии. Ну, Господь Чайтани нанес сокрушительное поражение в доктрине майавады. Конечно, Варанаси – это город Господа Шивы. Он был и остался. Вот в майаваде там довольно достаточно и сейчас. Но все равно, вайшнавы там появились очень и очень сильно. Поэтому Варанаси. В этом месте также знают и помнят Господа Чайтани очень сильно. Также в Варанаси он в санатане Госвами давал наставление. И жил там в томе Чандра Шеккара и все. Вот. Сколько душ он избавил сейчас. Вайшнавы сейчас по его стопам. Можно еще сказать. Вот, ведь я не совсем права. Я больше, видите, по фильму. Угу. Хотя и это самое… Читал я и Вахакавадгиту и все. Но все равно вот там говорится о том, что Шива это наоборот уничтожает. Да, он уничтожает. Он уничтожает. И в то же время у него как бы вот семя вот это вот изначально, с которого потом Братман начинает опять создавать как бы. А вы его… Нет, мы его не это. То есть у него очень много разных проявлений очень. Я утверждаю, что это я говорил. Да, да, да. Смотрите, значит Господь Шива. Изначально это Вишну Таттва на самом деле. К сожалению, у него… Завтра, я думаю, мы точно повесим в космос эту карту. Да, Вишну и Шива они всегда поделивали друг друга. Если его получается один, то всегда рядом сопутствует его духу. Про Господа Шива я хочу сказать, смотрите. Да. Значит, есть изначальное проявление Господа Шивы, которое Сада Шива. И это на самом деле Вишну Таттва. То есть это принцип Вишну. Он существует в духовной сфере полностью. Это тот Шива, который не соприкасается с материальным миром. Вот потом есть другое проявление Шамбу. Вот этот Шива, он участвует при творении материального мира, когда Господь Вишну низвергает в качестве своего взгляда огромное количество джив, живых существ. Шива Линга при этом участвует, как действующий агент. Так творится материальный мир. То есть это вот его проявление уже рядом с Вишной. Как вы сказали, они взаимодополняют и так далее. То есть Господь Шива, он очень тесно связан с Вишной. Более того, он сам Вишну Таттва. Вот. И третье проявление, это уже... Так-так-так-так-так... Одиннадцать... Рудра, Рудра, Рудра. Вот Рудра. Значит, Рудра, это уже тот Господь Шива, который соприкасается с Тамагуной, с Гуной невежествой, который разрушитель. Вот. У него одиннадцать проявлений. Вот там сложно немножко... Вот это Шанкарачарья. Шанкарачарья, это особое воплощение Господа Шивы, который пришел в Калиюгу сейчас, в каком веке? В девятом. Вот. По заданию Верховного Господа. Да. И он ввел вот эту философию Адвайта Веданта. Причем сокрушил буддистов очень-очень мощно. Потому что вся Индия была под буддистами, в правлении особенно императора Ашоки. Все брахманы стали буддистами. Они забросили ведические ритуалы. Они забросили вообще ведическую концепцию. Поэтому Господь Шива, что он сделал? Он ввел авторитет в Вед снова. В этом неоплатный... То есть Индия всегда останется в неоплатном долгу перед Шанкарачарием. Потому что он ввел авторитеты в Вед вновь. И он вытеснил буддизм из Индии. Поэтому буддисты отправились в другие страны. на Китай и восточнее туда. Таиланд, Бирма. Вот туда. И поэтому сейчас там 0,5% всего буддистов. Имеется в виду или вайшнавы, или хотя бы имперсоналисты. То есть индуисты. И Адвайта Веданта это такая особая-особая философия. Здесь считается, что я это то. Мы будем говорить более подробно завтра и в последующие дни. Но что я хочу сказать. Что в этой философии собственно речь идет о той же пустоте, что и в буддизме. Но он сказал, на самом деле это не пустота, но это Брахман. Но Брахман это та же пустота. То есть поэтому Шиласвами Прабхупад, он говорил скрытый буддизм. Что касается Господа Шива, это было его, как сказать, спецзадание, как мы сказали. Особое воплощение. Мы вовсе не говорим, что это все, кем он является. Вовсе нет, нет. Он великая личность. Как Вайшнаванам Ятха Шамбу, он главный из Вайшнавов. Он главный из Вайшнавов. Но Шанкара, он в совершенно смертельные дебаты вступал с буддистами, он жил всего 32 года. По условию одного дебата он должен был войти в кипящее масло. И так и получилось. Он вошел в кипящее масло, и так он и ушел. То есть он как бы проиграл, вошел в кипящее масло, 32 года все свое дело сделал, вернулся. Наверняка ему не доставляло особого удовольствия эта миссия. Он быстро вернулся. Наверное, это тоже уроком было, чтобы показать, что ваш учитель тоже может проиграть. То есть это такая философия, что даже учитель проиграть. Я не уверен, но по крайней мере так оно вышло. Да, наверное. Окей, спасибо всем, Ари Кришна, поджимает время. Сейчас давайте споем Гаурарати, вечернюю службу. Ари Кришна, пожалуйста, да, чуть-чуть просады вам дадут, чуть-чуть просады сейчас. С собой немножко угощения, хорошо? Унесете, ладно? Пожалуйста, Кришна Матерь. Хорошо, значит страница 3135, пожалуйста. В желтой книжке, в желтой книжке рождай. Ари Бог. Гор Приманан Дели Григи.